Сегодня мы с тобой посмотрим шокирующих радужных друзей из ТикТока. Мяу, ставь лайк и подписывайся на канал, если тоже любишь смотреть видосы на Ютубе. Считаю. Три, два, один. Мур, люблю тебя. Бери вкусняшки и ты глянь на радужного друга. Что у него с цветом случилось? Я в шоке. Это Эмандерсы. Нет, это так цвет меняется. Ляня, он реально радужный. Это глич. Это офигенно круто. Да, но это вообще обалденный момент. История. Ой, мусорник. Короче, он выбрасывает в мусор, такой думает, все, избавился я от мусора. Там же фиолетовый. Точно, ты прав. Да, но там же вентиляция. Блин, бац. Ты что, вообще офигел? Куда мусор кидаешь? Мне в вентиляцию. Блин, ладно, пойду. Он же воняет. Ё-моё, ё-моё, куда запихнуть? А там оранжевый, там оранжевый. Да куда ты в пещеру? Ты что, с ума сошел? Это моя хата. О, господи. Слушай, у меня есть гениальная идея. Я запущу в космос. Не знаю, куда делить мусор, сейчас от него избавлюсь очень быстро. Гвозиками прибью. Короче, к соседям, лети, мусорок. Кто тоже так выбрасывает мусор? Да. А тут красный неожиданно вентилятор включил. Ой, фу. Все, короче, капец, весь мусор разобросало опять. Он уже воняет. Я говорю, черта, бери, синий. Да. Но, смотри, это вообще моя мечта. Это моя мечта, блин, какой он классный. Фиолетовый мягкий друг. Кстати, мне кажется, я реально хочу фиолетового больше всего. Мне кажется, он такая лапочка. У него даже руки какие-то. Ну, а сзади ничего нет. Это подушка. Точно, кстати, Балди, ты реально прав. Это действительно можно использовать как подушку. Но это самая невероятная, прикольная штука. Кто это? Это что, синий? Это? Синий в реальной жизни. Нет. А, это куклы. Это, конечно, кешмарок будет сниться. Да, это реально было стрёмно. Но у нас неожиданная кассетка для мамы длинной ноги. Мама шла и калейка. Такая, что за кассетка тут у меня такая странная? Хм, какое-то кино интересное. Кто помнит этот сюжет? А он сейчас его засосет? Это страшная история. Это страшилка. Блин, мне так страшно смотреть. Это фильм «Звонок». Точно, ты прав. Ты прав. Ты реально по фильму «Звонок». Ой, синий идет. Он идет ближе. Он сейчас с экрана. Синий? Что? Мне страшно. Как он вылазит? А что так? Ага, вообще что? О, Господи. Убегайся. Подушка, подушка. Ты что, чувак? Вообще фиг делал? Ты что тут делаешь? Так, нафиг. Пушу. Это какая-то сумасшедшая кассета. Мне надо срочно ее разрушить, пока этот синий не влез ко мне. Она волшебная. Но ее нельзя убить. Топор ломать. Что? Ладно. Короче, у меня есть гениальный план. Как избавиться от этой кассеты? Спалить. Предлагаю ее обстрелять. Ого, Малиня, ну ты придумала. Так, все. Я себе это обамахнула ее, лишь бы она исчезла. А то синий вылезет ко мне. Что? Она бронебойная. Капец, как это возможно? Да, давайте ее закопаем. Давайте ее сожжешь. Ух, такая уронила пистолетик. Все, я тебе ядерну ракету. Все. Капец, теперь кассета тебе. Лишь бы избавиться от нее. Такая ги-ги-ги. Ба-а-а. Что? Короче, ничего не работает. Кассета просто нерабочая. А можно достать ленту и спалить? Она такая, все, отправляю тебя на Марс. Прощай, кассета дурацкая. Пока. Все улетело. Прощай, поважай. Сейчас вернемся. Капец, как она может вернуться? Не упадет. Крем на голову. Крем маме нашел. Короче, не судьба. Нужно ее закопать. Лера правильно сказала. Все, ненавижу тебя, кассета. Лети как куда-нибудь. Блин, она вернулась к ней. Она весь мир облетела. Короче, мне кажется, это какая-то странная загадочная кассета. Она заколдованная. О, Пиджей. Пиджей съел. Пиджей. Сейчас в туалет сходит кассета? Пиджей. Да ладно. Он реально помогал. Он съел кассету. О, ты мой спаситель. Пиджейка, ты самый классный. Стави маму лайк. Ты, ты сразу кассета. Но ставь лайк сейчас вот этому цвету. Да. Смотри, на зеленом. Это просто космос. Как это выглядит цвет? Смотри. А где будет зеленый? У нас синий был зеленым, а зеленый будет... Зеленый. Походу, все зеленое становится. Ну, мне реально нравится. Это очень круто. Ой, какие они милые. Так, наши друзья где кушают? Конечно. Вырубайте свет. Эээ, оранжевый. Это ты прикалываешься? Что это? Куда я делал его оранжевого? Капец, кто сожрал моего друга? Беги. Быстрее. Спасайся, быстро, быстро, быстро. Может, вентиляцию спрятаешься? Может быть. Там тебя нет. Нет, тебе хана. Все. Слушай, синий. О, мой гад, о, мой гад. Все. Что? Сейчас его тоже будут кушать. С днем рождения. Капец. Клево. Вот это оранжевый. Я бы не знаю, что сделать с такими друзьями. Он одну свечку съел. Да. Ну, это гениальная история. Просто офигенная. Я вот хочу рассказать то, что Валерий классно переводится с английского. Вот тут, короче, оранжевый нападает на зеленого и говорит, все, ты со мной. Ты пропадаешь. Он крадет его цвет. Да, он говорит, поверь мне, без цвета тебе намного круче. О, да, мне круче. Ты больше не радужный. Я чувствую, какую силу. Иди сюда, розовая. Мы тебя сразу сейчас спасем. Поверь мне, тебе станет намного круче. Нет, 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 нет. Я не хочу пока. Капец, текаем быстрее. Я же такая, куда же она быстрее бежит? Куда она бежит? Ребята, вы что? Фиолетовый, уходи. Вы серьезно? Капец, что происходит? Почему они бесцветные? Если у радужных друзей забрать цвет, они же погибнут. Эй, розовый, розовый, прячься быстрее. Она такая, что происходит, красный? Это все твоих рук дело. У нас кто-то напал. Она такая, не, я тут ни при чем. Они заражены. В смысле? Мы что, с тобой вдвоем остались? А что с синим? Он еще жив? Он еще не потерял свой цвет. Это же мой брат. Нет, брат твой еще жив. Но я не уверена на самом деле. Может быть, мы с тобой вдвоем остались живых. Нам нужно держаться вместе, пока мы цветные. Потому что из этого... Что? Фиолетовый? Нет. Что? Красный? Нет. Короче, когда он кусает, он забирает цвет. И они становятся бесцветными. Так фиолетовый уже тоже бесцветный? Да, балди. У нас же все фиолетовые все исчезли. А, красный. Так на розовый, что ли, осталось? Беги быстрее. Хватит отстоять болтать. Вообще никого больше нету. Малина, что будет? Все, все, мне хана. Помогите. Не сопротивляйся, розовая. Убегай. Иди к нам в наш клан. Они как зомби. Иди сюда. Синий. Синий же еще не превращенный. Ну, я вообще-то не знала. Синий забрал еще. Вернись к нам, мы это, с нами лучше. Иди сюда к нам в клан. Слушай, тихо, сиди тихо. Ты жив. Ты молодец, ты еще тоже жив. А что нам делать? Ты же цветной. Капец, что происходит? Ну, знаешь, там все сошли с ума чуть-чуть. А ты вообще понимаешь, что с ними случилось? Почему они становятся бесцветными? Кто их украдает? Это какой-то вирус, вирус, наверное. Расскажи, ты что-нибудь знаешь? Ну, такое уже происходило один раз. В смысле происходило? Это что, не первый раз? В каком смысле? Ну, пока мы тут сидим, говорим, я тебе расскажу одну историю и как это произошло. И да, один раз уже такое было. Да, ну, значит, это все как-то можно исправить. Это все началось с того, как Красненький превратил нас в радужных друзей. Из людей? Да, из людей, короче, когда он сделал их зеленый, синий, фиолетовый. Ничего себе! Они, короче, превращались в радужных друзей. И потом он сделал нас злыми. Посмотрите эти истории, мы в прошлом. И потом, когда Красный... Ну, и они, короче, да, и Красного сделали. Да, ты что, хочешь быть человеком? Фигушки, ты нас сделал радужными друзьями, иди к нам. И ты тоже будешь радужным другом. Забирай его, фиолетовым. И потом, когда мы сделали Красного, были некоторые, которыми была... Они были довольны со своей жизнью, а были некоторые, которым не нравилось их жизнь, и они получше были людьми. Не нравился цвет или жизнь? Красному очень хотелось вернуться к человеческой свое прежнее вид. Я бы тоже хотел быть человеком. Он скучал за семьей, короче. И Синий хотел вернуться тоже. И потом Красный и Синий такие... А давай мы вместе начнем найдем... Слушай, давай найдем решение, как нам опять стать людьми. А давай. Сейчас я натворю опять кучу каких-нибудь экспериментов. Одна капелька. В каких-нибудь мышей и чего-нибудь еще, но людьми я нас сделаю. В драконов хочу, в драконов. Все сразу не согласились, а Синий здесь остался. На самом деле я бы тоже не согласилась на эксперименты. Мало ли чем это закончится. Ну да. Мне кажется, он вполне может их прибить. А вместо того, чтобы сделать опять людьми. Короче, Красный делал кучу экспериментов. Он не одну ночь, а много ночей экспериментировал, но нифига не получалось. Пей, пей, пей. А Синенький наш был просто как подопытным кроликом, постоянно все пробовал и нифига не получалось. А у Красного не превращался. Он не превращался ни в кого? Нет, в людей не превращался. Красный уже отчаялся, думает, да что, ничего не получается, как это я такой гений, а у меня ничего не выходит. Синий развернулся, говорит, все, короче, сам тут что-то твори. Красный, короче, начал выдумывать классную формулу. Он думает, сейчас я придумаю и точно нас превращу опять в людей. Смотрите, там тучи за окном. Но одной ночью случилось что-то ужасное. И все пошло не по плану. Почему? Короче, пошел какой-то ядерный походу дождь. И небо затянуло. Он говорит, не переживайте, я придумал гениальную идею, пойдемте на крышу. Походу он их сейчас всех сбросит с крыши. Шучу, шучу, нет, досмотри до конца, он не сбросит с крыши. Он ставит антенну для того, чтобы принять молнию. Да, он, короче, говорит, нам не хватает 220, сейчас как шарахнет по нам, и мы превратимся опять в людей. Говорит, ты чего с ума сошел? Он с током бьет. Ладно, просто вот. Я не успел его остановить. Сейчас по нему ударит ток, там больше, чем 220. Не повторяйте в реальной жизни, это чокнутый профессор, который ударила током. Он такой, ну ты даешь, ты чего, с ума сошел. Так он должен это поможет ему превратиться обратно, он думал? Он подумал, что он уже помер. Но потом, что произошло, он окрасился волчком. У него уходит радужка. Он потерял свой цвет, он превратился в серого. Он такой, э, это жир? Вставай, вставай. Что ты не встаешь? Ну, в этот момент он его кусает. Это реально какая-то фигня происходит, и он теряет цвет полностью. Обалдеть. Синенький наш становится тоже беленьким, каким-то бесцветным. Но он говорит, в тот момент, когда он меня укусил, я понял, как я хочу поймать всех остальных и тоже превратить своими бесцветными цветами. Замбаки, как замбаки. Короче, да, я так понимаю, походу, типа какого-то вируса. О, первым мы нашли оранжевого. Когда мы пришли, он сразу укусился и сказал, что не висок. Он ничего не подозревал, его приманили на корм. Да, на еду. И цаповую, и куснули, схватили и говорят, слушай, поверь мне, тебе так будет лучше, нафига тебе будь оранжевым, будешь с нами сереньким-беленьким. И мы его забрали коран. Жалко, если честно, вообще такой оранжевенький, бедненький стоит родик там открыт. И мне жалко, я не стал бесцветным. Оранжевый такой, ой, я тоже голоден. Ну и зеленого было легко, он же слепой. Зеленого вообще было изи поймать, поэтому мы его просто позвали, сказали, ничего, не бойся, идем гулять. Но он заподозрил, когда мы его схватили. Он понял, что что-то не так. Вряд ли бы, друзья, его просто так хватали. Эй, отпустите меня, вы что творите? Блин, они его всем четвером сейчас быстро превратят. Строем, Балди, считай, ты же математик. О, да? Да, все, и зелененький теперь стал тоже бесцветным. Но он же слепой, поэтому, в принципе, фиолетовый в каком он цвете был. И они все разошлись по разным углам, чтобы ловить оставшихся. Потому что остался фиолетовый. Самое сложное его было достать из очень супер спятанного вентиляции. Он по вентиляциям бегает и прячется. Да. Фиолетовый был азь. Короче, они долго-долго его искали по всем вентиляционным каналам. Но нашли лобоварторию, он там, походу, хотел что-то выпить. Походу, какое-то зелье. А, фиолетовый испугался. Он даже бегал быстрее, чем оранжевый убегал. Он не мог выбрать, что ему выпить? Да, но в этот момент он стоял над окошком. И разошлись тучки. И получилось чистое небо. Да, короче, вышло солнышко. И мы такие, типа, не подозревая, вступили на солнце и поняли, что на свету у нас возвращается цвет. Да вы чего? Так стойте, не уходите, ребята. Здесь, походу, уже и зомби, еще и вампиры подмешаны. Заметили? Так, короче, они все вернулись в первый раз и стали опять радужками. Такие, не поняли, что произошло, но зато они вылечились. А фиолетовый так и не стал зомби. Да, но он их спас. Вот такая история. Слушай, розовенькая, осталось нам найти свет. Это все опять повторяется. Да, давай дождемся, когда будет светло. Ой, ну да, хорошая идея, только когда светло будет. Какой вы свет тут говорите? Все, они ворвались, уже поздно. Синий, беги, Синий, почему ты не бежишь? Синий? Синий ты где? Синий уже утрал. Ну, тут такое дело, что никуда мы не пойдем. Блин, они селопали Синего. Да. Так, она одна осталась, она должна спасти. Когда же взойдет солнце? Тьфу, какая ночь. Она что, она не взойдет. Она погибла. Но этот просто чувак, ребята, это крейзи, нереальная штука. Смотрите, это просто картинка. Он нарисовал карандашами. Вы вообще это видите? Я просто больше карандаши в руки не возьму. Я такое не умею рисовать. Это офигенный Джек Джек Креатор. Он создает вот таких персонажей. Вы просто гляньте. Я в шоке. Она как живая. Это оранжевая штучка. Оранжевый друг, у него даже глаз блестит. Я просто, вы просто гляньте. Но что произойдет дальше? Я вообще офигела, если честно. Смотрите, он делает все такими тоненькими штучками. Гляньте. Это как будто металлическое. Он пробьет стену? Короче, сейчас он еще и создаст отдельно стену для этого супер оранжевого друга. Блин, какой он офигенный. Ну, согласись, это вообще, вот я не знаю, руки у них откуда растут такие талантливые руки. Мне кажется, у них руки растут с плеч. Вот нормальные руки у людей. Я такое в жизни не сделала бы. У меня руки растут с плечами. Я бы такое никогда не смог. Обалдеть, слушайте. Вот смотрите, пример. У кого руки растут из того, откуда надо. Гляньте, оно еще такое все миниатюрное. Как красиво. Вы просто посмотрите, как будто оно действительно вырвался. Он даже закрасил проволоку разными цветами, как будто это провода электричества. Я в шоке, если честно. Вы просто гляньте на этот шедевр. Капец, это создал он руками. Класс на самом деле. Сейчас он еще создаст вот эту стеночку. Я тоже так хочу. Можно? Я просто считаю, это гений. Вот, ну, реально. А это, кстати, по-моему, даже девочка. Стоп, это девочка. Это девочка, да? Руки женские же, походу. Походу. Ладно, смотрите. Это мальчик. Шедевр. Ну, ладно, не знаю, кто это девочка-мальчик. Напишите, как вы считаете. Ну, просто, смотрите, это была фотка, а теперь она жила. Еще приходите в наш телеграм-канал, ссылочка в описании. Вы спрашиваете, где она, там вот в описании. Нажми, перейди. Так что не забывай про канал Валеришка Геймс, Плеймакс и Валеришка Фэмили. Вы на самой лучшей солнышке. Мы с кучей любим. Всем пока-пока.